Экономика Ульяновской области То есть это обычно те вещи, которые производятся локально, а наша страна очень многие из них импортирует, потому что невыгодно производить здесь. Так вот, кластер, который в рамках этих простых вещей, который на самом деле уже есть в Ульяновске, но его надо легализовать. Мы сегодня целую программу предлагаем по легализации гаражной экономики. Один из существенных плюсов поддержки бизнеса и переформатирования экономики от жесткой к лояльной, по мнению Титова, является создание в регионе высокопроизводительных рабочих мест. Согласно данным, их количество в области с 2011 года выросло на 23%. Мы приняли решение у себя в регионе не заниматься привлечением инвестиций, а бы каких, как я уже говорил, которые просто доденерируют рабочие места, но одновременно, так сказать, доденерируют, как вот было принято на федеральном уровне, такое понятие. Человек работает, а он продолжает оставаться беден. Нам это неинтересно. Кроме того, по поручению Сергея Морозова в регионе для направления курса экономики и стратегии роста пересмотрят организационную управленческую структуру органов исполнительной власти. В качестве поддержки местного предпринимательства приоритетным остается реформа контрольно-надзорных органов. Напомним, с 1 января пять ведомств, включая Роспотребнадзор и Трудовую инспекцию, начали работать по новым правилам. Органы контроля перешли на так называемые чек-листы, но эта область, как показала практика, имеет больше всего проблем и недоработок. В частности, сюда входит абсурдность и избыток предъявляемых бизнесу требований. Конечно, проверочная деятельность, это напряжение уходит в прошлое. Но, тем не менее, пока еще ощущаются эти проблемы. Сегодня активно ведем работу по количеству требований, которые могут предъявлять проверочные контрольно-надзорные органы. Вы знаете, в Казахстане их сократили до 37 тысяч. Сейчас мы боремся, чтобы снизить количество с наших двух миллионов, которые пока еще есть, чтобы снизить их до приемлемых уровней. Для решения этой проблемы наш регион единственный. Сформировал специальный центр компетенций, куда вошли представители бизнес-сообщества, юристы, руководители органов власти и федеральные эксперты. Ринат Алиулова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды.